Добрый день! Вы смотрите новости в студии Дарья Виалкова. И в начале выпуска коротко о главных событиях. В минувшие выходные в Барнауле прошли традиционные продуктовые ярмарки. Что можно было купить и по какой цене в нашей рубрике «Ценовой патруль». Впервые на большой сцене барнаульцы увидят фантастическую комедию «Спасение Вселенной в домашних условиях». Подробнее о постановке узнаете в выпуске. «Динамо Алтай» проиграла пятый матч полуфинала против красноярских рысей. Теперь барнаульцы уступают в серии 2-3. За ходом игры наблюдала наша съемочная группа. Плановое отключение горячей воды ждет барнаульцев уже в середине мая. Энергетики начнут поэтапно проводить гидравлические испытания теплосетей малых котельных. Первыми под отключение попадут 17 котельных. С 16 мая подачу ресурса ограничат в поселке Власиха и некоторых районах Барнаула. На этих участках испытания продлятся до 22 мая. Таким образом, время отключения горячей воды потребителей сокращено до одной недели. С подробным планом работ можно ознакомиться на сайте сибирской генерирующей компании. В минувшие выходные в Барнауле и пригороде прошли традиционные продуктовые ярмарки. Продавцы выставили продукцию местных производителей, а также из соседних регионов и стран. Что можно было купить и по какой цене в нашей рубрике «Ценовой патруль». Ярмарки позволяют продавцам выставлять свою продукцию по ценам ниже, чем в магазинах. Все потому, что аренду им платить не нужно. Площадки организует администрация краевой столицы. В эту субботу торговые точки работали в микрорайонах Новосиликатный и Затон, поселке Научный городок и селе Лебяжье. В Октябрьском районе Барнаула ярмарка открылась у бывшего дома культуры «Трансмаш». Самые большие очереди там выстраивались за мясом и рыбой. Потому что продукты свежие, доступная цена, ассортимент хороший. Всегда свежие. Всегда свежие, каждую субботу ходим сюда. А замечали, цены растут, не растут? Нет, нормальные цены. Такие были, такие нет. Пока нет. Ну, стараюсь что-то подешевле купить, только из-за этого. И они все равно привозят ассортимент, в который более, как бы, не залежавшийся товар. Некоторые продукты на ярмарке можно было купить на 10% дешевле, чем в магазине. Например, килограмм свинины обошелся покупателям в 280-330 рублей. Колбаса – в 362-461 рубль. Тальменские сладости покупатели могли приобрести за 108-280 рублей за коробку. Цена 100 граммов халвы – от 40 до 99 рублей. Сети сейчас халву отказываются, потому что ценами пошли эти изменения. В сетях сейчас вряд ли будет. Ну, в ближайшее время. Может, остатками еще доторговывают и все. То есть сейчас будет халва, вот такая развесная, только на рынке. Следующие продуктовые ярмарки пройдут уже в эту субботу. Время работы и адреса можно узнать на официальном сайте администрации Барнаула. Юлия Шаламова, Алексей Михайлов. Новости. Команда педагогов из Барнаульской гимназии номер 45 вышла в финал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования школы». Он организован на президентской платформе «Россия – страна возможностей». Конкурсные испытания по Сибирскому федеральному округу прошли в Иркутской области. Заявки на участие подали почти 4 тысячи человек. В полуфинал вышли команды, которые показали лучшие результаты на дистанционном этапе. Конкурсанты – руководители образовательных организаций, их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов. Чтобы выйти в финал, участники прошли дебаты, отстаивали позиции на актуальные темы в сфере образования, решали управленческие и педагогические ситуации на этапе кейс-турнир. Из 48 команд было выбрано 13 команд, которые представят Сибирь в финале конкурса «Флагманы образования школы». Наверное, хотелось бы отметить, что учительское сообщество Сибири было активным, было интересно делиться своим опытом, изучать новое. И все 48 команд образовали одну большую команду учителей Сибири. Победители получат возможность повысить квалификацию, пройти стажировки, войти в государственный кадровый резерв. Отмечу, что конкурс проводится по федеральному проекту «Социальные лифты для каждого» нацпроекта образования. Продолжаем выпуск. Несовершеннолетних девушек начали принимать в перинатальном центре ДАР. С 8 утра до 15.00 врачи оказывают помощь экстренным пациенткам. В центре рассказали, что многие патологии у девушек протекают бессимптомно. Их можно выявить только на диспансеризации. Так, с помощью УЗИ у одной из несовершеннолетних пациенток обнаружили злокачественную опухоль. Ее успешно удалили. Для девушек, прошедших оперативное вмешательство, в ДАРе есть свободные койки. Там они проводят около недели. Записаться на прием по вопросам детской и подростковой гинекологии можно в консультативно-диагностическом отделении ДАРа без направления по месту жительства. 91 новую остановку планируют построить в Барнауле. Об этом сообщают в администрации краевой столицы. Кроме строительства новых остановочных пунктов, также планируют обустроить уже существующие 75 штук. На совещании в администрации обсудили сильные стороны транспортной системы города. К ним эксперты отнесли большое количество маршрутов по регулируемым тарифам, трамвайных путей и возможность расплатиться по электронному проездному, а также банковской картой. Впервые на большой сцене барнаульцы увидят фантастическую комедию спасения Вселенной в домашних условиях. Ее покажут 1 апреля в концертном зале «Сибирь» в рамках ежегодной юморины. Театр эстрады «Дети лейтенанта Шмидта» представит спектакль по произведению сибирского автора Вадима Голованова. Над постановкой команда трудилась 9 месяцев и впервые работала с таким жанром. Премьерные показы состоялись в начале марта на сцене крепостного театра. В концертном зале «Сибирь» артисты выступят в расширенном составе. К актерам присоединится Виталий Гасаев. Я как режиссер, человек, который поставил это все дело, это для меня очень сложная работа была. Да и не только для меня, потому что люди знающие говорили, сложная работа такая, где нужно человеку, ну представьте, зритель должен поверить в нереальность происходящего. Тем более в малых формах. Здесь мы выходим на аудиторию 430, по-моему, там мест. Но сцены большего размера, естественно, будет это немножко сложнее. Ансамбль песни и танца «Алтай» стал участником федеральной гастрольной программы «Мы – Россия». Коллектив отправится на Дальний Восток, где представит двухчасовую сольную концертную программу. С 31 марта по 8 апреля артисты ансамбля выступят в четырех городах – Хабаровске, Биробиджане, Благовещенске и Белогорске. Для дальневосточной публики это будет первое очное знакомство с культурой Алтайского края. Мы понимаем абсолютно точно, что без фестивальной жизни и без гастролей любому творческому коллективу и концертному в том числе невозможно повышать свой уровень. Потому что постоянно надо находиться в условиях конкуренции, сравнивать себя с другими и показывать, и утверждать, что ты действительно достоин представлять свой регион. Поэтому я очень рада, что у нас насыщенная гастрольная и фестивальная повестка у наших театральных концертных коллективов, и в этом году в том числе. И к новостям спорта. Хоккеисты «Динамо Алтай» провели пятый полуфинальный матч с красноярскими рысями. Вживую за игрой наблюдали почти 3,5 тысячи зрителей. Подробности матча в репортаже Артема Тарасова. Все начинается сначала. Счет в полуфинальной серии «Динамо Алтай» и «Красноярских рысей» 2-2. Команды играют до четырех побед. Такие моменты. Цена ошибки слишком высока. И как никогда важна поддержка болельщиков. Заполненная до отказа Титов арена гонит своих спортсменов вперед. А значит, гостям в этот раз будет очень не сладко. Перед матчем очередь из болельщиков была настолько большая, что некоторые из них смогли попасть на трибуны только к середине первого периода. Эта игра стала самой посещаемой в сезоне. Почти 3,5 тысячи болельщиков под крышей Титов арены создали невероятную атмосферу для игроков. Когда, например, волна идет, то это их очень заряжает. Они идут вперед. Иногда действуют на нервы. Но чаще всего помогает. К слову, в этом противостоянии родные стены действительно помогают. Команды по два раза выигрывали именно на своем льду. В начале пятого матча серии эта примета получила подтверждение. Динамовцы первыми открыли счет. Илья Сидиков забросил шайбу уже на восьмой минуте. Буквально сразу же последовал ответ красноярцев. Однако взятие ворот не засчитано. Оказалось, что шайба попала с внешней стороны сетки. Впрочем, это только добавило рысим эмоций. Дальше они забросили три шайбы и больше не дали хозяевам отличиться. Первый период тяжелый для нас был. Во втором периоде прибавили темп. Много играли в чужой зоне и добили хорошие голы. А в третьем просто дотерпели, до сирены. С хорошим настроением поедем домой. Красноярские рыси теперь лидеры серии. Они повели 3-2. Главный тренер гостей Евгений Чернов, в отличие от прошлых визитов в Барнаул, с улыбкой сидел на пресс-конференции. Ради победы наставник отдал не только силы, но и свой голос. Громко хотел что-то видать ребятам, подсказать. Все сорвал, теперь не могу восстановиться, думаю. Сейчас, может, пауза будет, маленько восстановится. После двухдневной паузы команды сразятся уже в Красноярске. Игра запланирована на 30 марта. В случае поражения барнаульцы могут забыть про Кубок Федерации в этом сезоне. Но динамовцы сами говорят, голову пеплом не посыпают, упаднических настроений тоже нет. А намерения тренера и игроков схожи по своим амбициям. Ну, такая невыразительная игра получилась с нашей стороны. При полном стадионе, конечно, не имели права так играть, конечно. Но, тем не менее, игра проиграна, но серия не проиграна. Сейчас едем в Красноярск, там у нас, так скажем, есть шанс вернуть серию сюда, в Барнаул. Проигран бой, но не проиграна война, так что мы вернемся сюда, на седьмую игру. Седьмая игра при необходимости вновь пройдет в Барнауле 2 апреля. И будем надеяться, что это действительно случится. Тогда итог полуфинала динамовцы смогут подвести на своем льду при переполненной болельщиками арене. Артем Тарасов, Анатолий Фукс. Новости.